Коронавирус не отступает и даже больше набирает обороты. В Беларуси за сутки зарегистрировано свыше 6 тысяч случаев. В субботу зафиксирован антирекорд – 8 тысяч. Только в столице омикрон у 80% ковидных больных. Поликлиники перешли на семидневную рабочую неделю. Как сообщает Минздрав, такой график будет до стабилизации и ПИД-обстановки. Увеличилась нагрузка на амбулаторно-поликлинические учреждения, здравоохранения. Заболевание протекает в более лёгкой форме, нежели предыдущая волна. Увеличилась госпитализация стационарного учреждения, но, тем не менее, оно не столь существенно. Где-то 30% относительно пика заболеваемости прошлой волны. Для тех, кто чувствует лёгкое недомогание, есть решение. Беларусам разрешено находиться дома до трёх дней по согласованию с нанимателем. Школьникам же – до пяти. Что касается тяжёлых случаев в больницах, запасы кислорода рассчитаны на два месяца пиковых нагрузок. Бобруйские медучреждения к всплеску заболеваемости были готовы. Увеличено количество лекарств, масок и перчаток. Помощь COVID-пациентов оказывается на 314 койках. На сегодняшний день в отделении реанимации Бобруйской центральной больницы пациенты с COVID-19 находятся только не прошедшие вакцинацию. Медики настаивают – иммунизация всё ещё самая надёжная защита. Пункты в поликлиниках работают даже выходные. Используются препараты Виросел, Ковивак и Спутник Лайт. Сейчас прививают и подростков, а со следующего года начнут вакцинировать детей с пяти лет. Не менее важно соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, перчатки и антисептики. И временно отказаться от посещения массовых мероприятий. «Основной вклад в заболеваемость вносят лица трудоспособного возраста – это от 30 до 50 лет. Лица работающие, которые находятся в трудовых коллективах, настораживает факт роста заболеваемости среди детей от 7 до 15 лет». За январь в мире выявили 90 миллионов случаев COVID-19. Столько же зафиксировано за предыдущие шесть месяцев. Заболеваемость коронавирусом на планете достигла максимума за всю пандемию. Только за последнюю неделю подтвердились 22 миллиона заражений. При этом, несмотря на резкий подъем распространения, смертность из-за коронавируса практически не растет.